Северная Кипра Немного есть на свете государств, которые могут похвастать теплым и уютным климатом и температуры воздуха выше 25 градусов в конце ноября. Турецкая республика Северного Кипра может. Кто-то назовет ее скрытым от посторонних глаз раем, другие скажут, что это небольшое государство, отрезанное от мира. Мнения разные. Мы же, съемочная группа телеканала ITV, побывав здесь во второй раз, сделали свой вывод. Северный Кипр – это целый мир. Со своими законами, традициями, возможностями, потенциалом, а главное – людьми. Турками, киприотами, которые готовы отдавать в 10 раз больше, чем получать взамен. В Турецкой республике Северного Кипра журналисты ITV побывали в конце ноября. В этот раз репортаж решили снимать в стиле моджо – мобайл-джонализм, то есть съемки с мобильного телефона, который все больше становится популярен мировой журналистике. Вот такое мандариновое дерево мы нашли в самом центре. Естественно, на эти фрукты никто не обращает внимания, потому что для Северного Кипра это нормально, что растут мандарины. Для нас, конечно, это, разумеется, экзотика, но мы можем сказать, что мандарины здесь, в Северном Кипре, стоят в районе одной турецкой лиры. Это, ну, считайте, как бы три турецкой лиры – это один евро, это вот, ну, по-моему, даже меньше половины евро. Однозначно, конечно, из-за того, что мандарины растут здесь на деревьях, но очень часто, кстати, нам говорили о том, что очень многие фрукты овощи сюда привозят из Турции. И таким образом они стоят гораздо дороже. В самый большой из четырех аэропортов республики Эрджан мы прилетели 13 ноября. Въезд на территорию республики для жителей Молдовы – безвизовый. Лететь нужно двумя самолетами – из Кишинева в Стамбул, из Стамбула в Северный Кипр. Находиться в стране на основе штампа о въезде можно до 30 дней. Многих пугает, что штамп «Паспорт от миграционной службы Северного Кипра» ставить нельзя. Якобы потом будут проблемы с греческой стороной. Проверено на себе. Это неправда. Друзья, вот с чем нам повезло, конечно, я могу вам сразу сказать, я, кстати, хотела сказать об этом. Северный Кипр идеально приезжать в апреле, либо в ноябре. Объясню почему. Сейчас плюс 27. Идеальная погода, легкий ветерок, солнце. Когда ты приезжаешь из Молдовы, собственно, вот в такую потрясающую погоду, ты начинаешь понимать, что жизнь прекрасна. И это стоило этих двух перелетов, которые довели тебя просто до белого коленя. Друзья, обязательно приезжайте сюда, но обязательно приезжайте либо в ноябре, либо в апреле. С 1960 года на острове проживали греко-киприоты и турко-киприоты, у которых, согласно законодательству, были равные права. После 1983 года, то бишь провозглашения независимости Турецкой Республики Северного Кипра, в основном можно встретить турков, турков-киприотов, иногда англичан и эмигрантов из стран постсоветского пространства. Окей, мы имеем 10 тысяч лет истории, поэтому есть много, много различных цивилизаций, которые находятся в Северном Кипре. Язык общения турецкий, однако большинство населения отлично понимают и английский язык. Национальная валюта – турецкая лира, принимают и евро. Один евро – это три лиры. Религия – мусульманство. 99% из турецких цивилизаций, я имею в виду турецкая лица, они мусульман. Но, окей, мы практически практикируем мусульман, но это статус секулятор. Поэтому, если вы хотите идти в москву, если вы не хотите идти в москву, вы не хотите идти в москву. Мы не руководили религией. Поэтому, это вы и Бог, вы и Аллах, мы говорим. Большинство турков и киприотов в основном бизнесмены. Они могут держать свою парикмахерскую, свой магазин обуви или же свой магазин одежды. Есть те, кто торгует сувенирами, а есть, кто народное промысло тоже предлагает для того, чтобы продать туристам. Это так называемое корзиноплетение, когда делают из различных прутьев интересные корзины, картины и так далее. Особо активные туристы могут купить алкогольный напиток, который производят там же на месте и имеет он около 60 градусов. Кроме того, любой турист может приобрести в Северном Кипре маслины, оливковое масло и, разумеется, турецкие сладости. Климат Северного Кипра, его мягкое солнце и удивительные пейзажи напрямую влияют на характер и поведение турков-киприотов. От жителей мегаполисов они сильно отличаются – размеренные, спокойные, всегда успевающие и готовые помочь. Власти республики, равно как и сами турки-киприоты, гордятся минимальными показателями преступности в Северном Кипре. Здесь не принято воровать. Можно спокойно, уходя на работу, оставлять двери открытыми. Основная сфера деятельности – мелкий и средний бизнес, во многом рассчитанный на туристов. К примеру, могут открыть необычное кафе. Я хочу, чтобы вы увидели вот этот вот забавный парадокс, который я сейчас увидела. Но даже не парадокс, мне кажется, это очень интересный маркетинговый ход. Итак, смотрите, вот это вот библиотека. Видите, одна из частных библиотек в Левкоше. Вот, собственно, наши коллеги, которые нас провели в эту библиотеку. А вот здесь, вот на втором этаже, находится ресторан. И заходишь, здесь запах книг, друзья, смешивается с запахом библиотеки. Вот, вот, с запахом ресторана. Вы знаете, это так интересно, так необычно. Вот здесь, собственно, столики, где можно поужинать. Но при этом, конечно, книги, пардон, кухни не пахнут, сразу вам говорю. В общем, вот такой вот забавный парадокс мы увидели. Я захотела вам отснять, показать его, потому что, на мой взгляд, это очень-очень необычно. Или же совместить бизнес с традиционными элементами. Традиции очень важны для населения и прослеживаются во всех сферах деятельности. К примеру, многие из них открывают собственные магазины, где можно найти массу как европейских, так и особенных, турецких вещей. Друзья, вот это вот, смотрите, это знак of Allah, right? Yes, but it's not in Turkish, in Arabic language. In Arabic language, ага. Значит, друзья, смотрите, на арабском языке вот это знак Аллаха. Он продается на удачу. It's for luck, right? It's not for luck, just for reminding him. Он продается не на удачу, он продается для того, чтобы любой человек, который ведет эту культуру, чтит эту культуру, помнел о том, что существует на свете Аллах, который смотрит за ним и, собственно, хранит его. Чаша для турецкого кофе, предметы утвари, различные безделушки, украшающие ваш дом, предлагаются любому туристу. А рядом, в магазине, может висеть портрет самого хозяина магазина. Это очень типично для бизнесменов Северного Кипра – показать, что в бизнес он вложил часть своей души. А вот этот бизнесмен Гандус Айкота владеет своим вещевым магазином более 20 лет. Приехал из Анкары, освоил бизнес купли-продажи и открыл свой магазин. Традиционные наряды в его магазине обязательно имеются в наличии. Друзья, вот так вот это одевается. Это для женщины, вот эта традиционная вот такая вот одежда. Ее продают летом. Турчанки северного Кипра. Это бизнес, конечно, я делаю этот бизнес больше, чем 30 лет. Я получаю деньги от этого бизнеса. Почему вы решили, чтобы купить в магазине Клоус? Потому что я начинал жизнь как профессиональный в Анкаре, в Туркии. Это же бизнес. Поэтому, когда я приехал в Северный Кипра, я пытался сделать это же. Моя экспертность была на этом. Вы пытались сделать что-то в Туркии? Я пришел сюда в Северный Кипра 36 лет назад. И, когда я приехал в Северный Кипра, я делал это бизнес как профессиональный. Просто как генеральный менеджер в большей компании. И, когда я приехал, я делал свое собственное бизнес. Традиции на этом острове прослеживаются не только в бизнесе. Творчество турков-киприотов, в основном музыкальное, также построено на традиционных нотах и ритмах. Этих двух очень известных в Северном Кипре музыкантов Хасана Абахорлу и Селчика Гаранти мы застали за обеденным столом в одном из местных кафе и упросили сыграть нам что-нибудь из национальной музыки. И только в самый . И, в основном, туркщики принимают эту пленку для традиционного музыки, это акомпанировал-приот. Их основная инструмент — это звук, а einige тура висковые, и это используется для туркщики и грякских сипулов, но также другими сипулов, а также для акомпанировал-приот, а также для акомпанировал-приот, это акомпанировал-приот. Продолжение следует... Продолжение следует... Молдовия, Yugoslavia area... Карата, Bosnia, Herce... Македония, Грики, Гриста, Гриста, Айланды... И вот сюда... Продолжение следует... Продолжение следует... Если вы просыпаете... Вы найдете... Вы найдете... В этом районе... Понятно... Например, там... Из Гагауз... Оу-лан-оу-лан... Симильная музыка... Симильная музыка... Симильная музыка... Симильная музыка... Ливина в Сайпусе... Хасан — рок-музыкант... При этом имеет свой собственный бизнес... Который позволяет ему заниматься... Любимым делом... Традиционную музыку частенько играет... Между паузами в концертах... Чтобы напомнить о ней... Молодежи... Симильной offering. Зачем deine музыка... 你說... Что я чувствую? Я чувствую себя... В 나와 Nashville и... О 첫 6 6 000 раз... МУЗЫКАiyoruz за щелком Batman Casin Lger. Я чувствую себя темно... потому что когда я возраст, я всегда слышал эту музыку и я всегда учился в этих традиционных активностях. Поэтому когда я играю традиционную музыку, я чувствую что что происходит из меня внутри, и я чувствую себя больше в этом стране, в этой стране, в этой стране, в этой коммуниции. И признается, что благодаря ритмичности и энергетике национальную музыку северного Кипра за границей признают на уран. Наша традиционная музыка очень активна, очень ритмическая музыка. И когда страны, или страны, люди, слушают нашу музыку, они приятны. Мы видим, что они приятны, они приятны, они приятны с их клубами, и они приятны наши ритмы. И они приятны. Традиции в Северном Кипре чтят и в отношении приезжих. Здесь принято встречать гостеприимно и не давать почувствовать себя чужим и ненужным. А приезжих в Северном Кипре много. В основном студенты. В республике очень хорошие программы обучения на английском языке и престижные университеты за умеренную плату. Что и привлекает сюда учеников из разных стран, в том числе из постсоветского пространства. К примеру, москвичка Екатерина променяла обучение в Китае на Северный Кипр и живет здесь уже несколько месяцев. А почему лично ты выбрала обучение именно на Северном Кипре? То есть не в Турции, не... Ты же до этого была в Китае, как бы ты могла уехать куда угодно. В Америку, в Германию. Почему именно на Северном Кипре? Ну, потому что я хотела... Я была в Турции до этого. Мне очень нравился город Стамбул. И я нашла там очень хороший университет, который я хотела бы поступить по программе докторантуры. Вот. И я выбрала Северный Кипр как начальная ступень того, чтобы двинуться дальше. Потому что здесь обучение, в принципе, недорогое. Вот. И есть различные привилегии. И, в принципе, просто атмосфера этого небольшого города и этого университета мне понравилось. И еще здесь обучение на английском языке. Меня привлекло это. А вот этот молодой специалист Игорь Ни эмигрировал сюда по приглашению одного из университетов. Родом из Молдовы, в прошлом чемпион Молдовы по настольному теннису, здесь он получил предложение по работе и переехал с любимой девушкой. Так получилось, скажем, доля везения. Общие знакомые предложили хорошую такую возможность стать здесь тренером в настольному теннису в университете Кирна Америка. Решили как бы выпускать и попробовать, почему бы и нет. Потому что страна довольно-таки интересная. Это море, это фор, это хороший климат. И решили, в общем, попробовать поехать. Признается, что цены здесь выше, чем в нашей стране, равны, как и зарплаты. Оплата работнику в среднем начинается от 1000 евро. Правда, и за коммунальные приходят счета под 40 евро. В остальном адаптироваться легко. В стране много молодежи и замечательный климат, который сразу лечит все болезни. Климат – это очень важный фактор, потому что пообщавшись с некоторыми людьми, у которых, например, проблемы со здоровьем, например, осматики, здесь себя просто прекрасно чувствуют. У них нет, я знаком с парным осматикой, у него нет приступа за два года здесь нахождения. Здесь вообще нет. А почему? Влажный воздух. Влажный воздух? Влажный воздух. Да, именно потому что сборы. И очень много зелени, к примеру. Здесь больше зелени, чем на Южном Кипре даже. И вот эти горы, они прямо создают такой, можно сказать, ну, не знаю, идеальный кислородный такой баланс именно для осматиков. И это действительно лечит. Ну, и главная традиция Северного Кипра – учиться жить, а не проживать. Турки-киприоты в этом преуспевают, поскольку разработали свой собственный рецепт счастливой жизни, основанный на трех компонентах. Любить родную землю. Любить друг друга и принимать в свой круг новых людей. Какие они жители Турецкой республики Северного Кипра? Вообще даже сами турки из турецкой части, они говорят, что северные киприоты очень отличаются от основного населения Турции. Они более свободные, я думаю, они более открытые. И уметь отдавать больше, чем принимать взамен, как учили их деды и прадеды. Только таким рецептом они сумели сделать с виду небольшую республику, настолько богатой изнутри. Побывав в Северном Кипре во второй раз, могу вам смело сказать, что турки киприоты действительно очень счастливый народ. Почему? Потому что они живут вместе. Они легко помогают друг другу. Они легко спорят с друг с другом, они все друг друга знают. И тем более они готовы помочь человеку иностранцу. Все потому, что их с самого детства, их бабушки, дедушки, мамы и папы учили отдавать, а не брать. Это был проект «Освобый статус». Меня зовут Наталья Ватцева. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok